Работа суббурита. Почему в мерской, так сказать, справе, в светском платье? Потому что суббурита, я неоднократно об этом говорил, инструмент для ежедневного использования. И для того, чтобы с ним позаниматься, совсем не обязательно надевать кихо-кану и идти в доте. Опять же, сегодня погода радует. В принципе, можно было бы суббуритой, если бы я не приехал на все это время, можно было бы сегодня позаниматься и так далее. Пользуюсь тем, что у вас два суббурита, но памятуя о том, что любые физические усилия, избыточные, они далеко не всегда полезны, несколько просто лайфхаков. То есть, не обязательно суббурита делать только какие-то классические лезвы, вертикальные макво кири, кесо кири и так далее. Можно отрабатывать точно так же глубокое стоечко. И начинаем отрабатывать ногу. Ой, чипури, прошу прощения. Двумя руками. Раз. Два. Три. Если вы обратите внимание, упор идет на работу кистей и запястья. Потому что, как я говорил, и сегодня я на внутренней тренировке это упоминал, что при выполнении чипури допустим небольшой наклон режущей кромки, но ни в коем случае не мунэ во внутреннюю сторону. Укрепление запястья, то есть, вот опять же, вот эти провороты, которые мы используем при выполнении шихов перед закручительным резом, это все укрепление запястья. Элементарно, опять же, то, что делается в этой же самой низкой позиции, поочередная, без какой-либо спешки. И здесь, помимо наработки какой-то физической составляющей, мы еще учимся просто тактильно удерживать тяжелый бакен в нужной позиции. На этом мы еще сегодня остановимся. Ну и наконец, уже совсем лютое следствие в программе нынешнего семинара у нас практики генгенетариума пока не запланированы. Возможно, мы точечно что-то и сможем рассмотреть. Но, опять же, это исключительно мои личные какие-то наработки, додумки выполнения уколов в комбинации с дзю-дзю-уки. Дзю-дзю-уки, соответственно, укол будет выполняться тем субурито, который находится впереди. И так далее. То есть, субурито абсолютно универсальный инструмент. При хорошем раскладе, имея, правда, субурито, ну, чуть легче и короче, им изланкировать можно, было бы желание. Вот примерно вот так. Сейчас перейдем к работе именно по отработке тактивного контроля с использованием субурито, чтобы потом эта мускульная память оставалась, когда кисать и акари, кисать и сакари, чтобы они не были случайны и не требовали напоминания при выполнении. Спасибо. Спасибо. Спасибо.